Давай, гали, 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 гали! Мне всегда нравилось необычное вооружение на технике и необычное, довольно-таки необычное вооружение на ОБТ является дополнительная установка ПТУР потому что абсолютно все ОБТ, стандартное вооружение какое? Правильно, у вас есть орудие, оно может быть там с барабаном заряжания каким-нибудь автоматом заряжания, неважно, боевикладкой первой очереди но это только орудие с разными характеристиками снарядов и скорострельности а вот установка ПТУР, дополнительная установка ПТУР всегда такой свежачок для геймплея на ОБТ вносит и, к сожалению, у нас их не так много, ОБТ, которые имеют дополнительную установку ПТУР они все премиумные танки и на самом деле их всего 4 штуки хотелось бы увидеть побольше на разных уровнях подобной механики потому что у нас есть исключительно только на 6 уровне такие танки и на 10, все давайте посмотрим, что это за такие интересные машины кому повезло из ОБТ обзавестись ПТУРами первый ОБТ с установкой ПТУР это 6 уровня в общем-то премчик, все будут премы в этом списке Сигун 915 вот эта установка у него как раз таки запускает 2 очень жестких ПТУРа ПТУРы Балсей 3 урон 990 с пробитием 802 ПТУРа есть частичная перезарядка перезаряжается за 26 секунд что можно о них сказать ну в базе там получается 26 секунд на самом деле с перезарядочкой с оборудованием здесь 20 секунд получается и единственная их проблема то, что они не очень хорошо дамажат тех, кто вблизи установка стоит высоко ПТУРы не сразу управляются поэтому в целом ну вот сейчас, кстати говоря, да я поставил сюда командира Рашида который позволяет максимально хорошо их заводить и в принципе все поставил на то, чтобы вы управлялись ПТУРы хорошо поэтому плюс-минус как-то попадаю но если вы будете с кем-то клинчевать то тут уже одни не попадут ну и в целом у ПТУРов не задача нет такой вообще задачи естественно вблизи попадать у них есть задача попадать в кого-нибудь кто находится на какой-то средней, дальней дистанции дамажит, как я уже говорил просто шикарно 900-1000 при этом, естественно, у вас есть все так же орудие и в этом самая крутая фишка ПТУРов на ОБТ то есть вы спокойненько катаетесь себе настреливаете с обычного орудия в какой-то момент у вас готовы ПТУРы и при возможности вы запускаете ПТУРы соответственно, если попадаете хорошо то это офигительный просто дополнительный урон следующие три аппарата уже резко располагаются на 10 уровне и первый это Челлендер 2 Стрит Файтер 2 у него ПТУРы находятся уже вот здесь в задней части они вылетают вверх имеют тоже просто шикарнейшие характеристики 1200 урона 1300 пробоя также два штуки перезарядка базовая 30 секунд в отличие от Сигуна эти ПТУРы уже реализовываются гораздо хуже но, во-первых, они именно вылетают вверх и если на Сигуне там какие-то были варианты попадать в цели, которые находятся плюс-минус близко то на Челленджере абсолютно вариантов никаких нету они просто улетают вверх и только какие-то средние, на средней дистанции в лучшем случае или, собственно, дальние дистанции, естественно вы попадаете ну и, естественно, второй минус Челлендер 10 уровня а, как мы знаем, на 10 уровне у нас что? правильно, целая куча КАЗов КУЭПов и, соответственно, реализация этих туров уже, но далека от той, что на Сигуне первый, как правило, уходит всегда в КАЗ и только вторым, да, с хорошим уроном на 1200 но вы только вторым, скорее всего может быть, если попадете в нужную зону нанесете урон этими ПТУРами следующий аппарат, который тоже обзавелся ПТУРами это ТАЙП-99Б у него они уже совершенно другие здесь нету классических ПТУРов здесь есть только термобарические ракеты они имеют урон 1000, но, как бы, нужно пробить пробитие здесь взрывной волной всего 80 мм их также 2 штуки они располагаются вверху смотрят прямо смотрятся такие прям совсем, да, малюсенькие их 2 штуки перезарядка здесь уже поменьше 20 секунд и есть частичная перезарядка установки полторы, а, между выстрелами полторы секунды летят прямо с довольно-таки хорошей скоростью так как они термобарические сами понимаете, казы им уже по барабану но, с другой стороны, и пробивают они, естественно, очень плохо вот только если какой-то выцеливать картон то, да, урон будет проходить вот, довольно-таки хороший, кстати говоря, с пробитием 800 урона как раз вылетело еще и с поджогом естественно, критуемость здесь в порядке все как полагается термобарическим турам то есть они игнорируют казы они очень хорошо дамажат какой-то картон но с бронированными целями уже возникает вопрос перезарядка в целом здесь получается вот у меня 18.6 если стрелять просто каким-то ОБТ в лоб то, естественно, эффекта уже будет очень мало ну, например, арматки той же, которая их особо не любит первый вказ с уроном 60 второй 90 есть какие-то там можно попробовать позакидывать, например, под соответственно, под днище и какой-то, давайте как раз посмотрим какой вылетит урон наверное, против крепких ОБТ это самый лучший вариант как нанести хороший урон просто кидать ну, под днище но, естественно, танк должен быть где-то второй еще и мимо танк должен быть где-то на какой-то хорошей дистанции потому что, опять же они вылетают прямо но, возможно, здесь у ВН и получше сейчас как раз давайте проверим под танк самый нормальный урон но, с другой стороны у термобаров есть еще другое назначение в общем, вылетает по 130 если под днище 150 ну, как бы тоже не то, чтобы какой-то офигительный урон но, с другой стороны термобары, что неплохо делают так это критуют то есть, к примеру с помощью термобаров вы можете какой-то ОБТ либо закритовать на орудие либо сбить ему, собственно, гусеницу как вариант гусеницы сбиваются довольно-таки шустро с первого выстрела еще и, кстати говоря, с уроном или это повезло мне я не пойму или здесь урон реально залетает через гусеницы лучше, чем просто куда-то там стрелять а, нет ну, вот сейчас 120 всего залетело но, здесь оранжевая зона а это значит, что в теории может что-нибудь и залететь хорошее опять же здесь даже вот у Абрамса просвечивается зеленое НЛД и этими птурами в теории можно нанести даже полный урон если попасть конечно же, да собственно, туда попробую еще попади либо ломаем орудия хотя, опять же с первого выстрела гусеницы сбиваются но не ломаются орудия либо наносить высматривать какие-то хорошие уязвимые зоны в принципе Абрамс для этих термобаров я смотрю просто шикарная цель в НЛД конечно попасть будет тяжело но если попадешь нет, пролетает кстати говоря вот Абрамс спать днища уже съедает по 300 урона в общем термобарам нужно будет привыкнуть нужно будет понять против каких целей а куда их лучше использовать но в любом случае термобары это есть дополнительное вооружение для ОБТ что мне кажется всегда круто ну и естественно куда же без новинки последние ЗТЗ-20 здесь тоже необычные птуры обычных птуров здесь нету здесь есть фосфорные то есть птуры с белым фосфором максимально необычные это вообще новая механика для нашей игры эти птуры наносят маленький урон в принципе всего 200 опять же по крепким целям там еще меньше может вылетать их 4 штуки располагаются установки по бокам башни вот на такой установочке которая прячется для перезарядки 4 птура и перезарядка 25 секунд на них можно быстро переключиться есть частичная перезарядочка ну и давайте посмотрим в чем их главная фича такой сам по себе разовый урон если кидать какому-то противнику в лоб наносят никакой собственно говоря и плюс они управляются очень фигово хотя вроде бы установка вверх как бы немножко но вот почему-то почему полетел куда-то в землю непонятно в общем с увейнами здесь проблемы но наносят урон очень слабенький то есть вот буквально залетело 20 урона но их фишка самая главная в том что они наносят после того как они попадают в цель они создают вот такую вот зону диаметром ну круг такой с довольно-таки хорошим диаметром который позволяет всем целям которые находятся именно вот в этом радиусе кто попадает вот этот фосфор во-первых нагревает двигло и соответственно может поджечь и наносит урон 440 это вот за два птурат то есть 220 урона если цель все это время стоит пока фосфор горит сколько он горит раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять ровно 10 секунд 10 секунд если все 10 секунд противник находится в этой зоне он получает дополнительно 220 урона в зависимости от того как вы попали первый раз уже там получается урон ну опять же как я уже сказал тут как бы смотря куда стрелять если вы в какое-то более или менее мягкое место попадаете или в мягкие цели ну да тут вылетает хотя опять же 160 150 то есть вылетает даже меньше на самом деле да меньше 200 урона даже в картонные цели соответственно какие-то крепкие там вообще копеечный урон но они начинают противника еще и сжечь то есть разовый урон здесь вообще не главное самое главное это тот самый эффект который позволяет противника потом выковыривать если он где-нибудь стоит за какими-то укрытиями и вы его просто-напросто не видите не проблема вы закидываете его этими птурами да наносите небольшой урон но он гарантированный у вас таких четыре птура ну а соответственно если противник находится в какой-то зоне не попал в близком так сказать расстоянии между друг другом то вы получается сразу можете дамажить несколько танков то есть все кто в этом радиусе на какой-нибудь горочке высовываются плотненько 2-3 обт все 2-3 обт вы таким образом дамажите единственное что нужно учитывать это то что этот урон если вы закидываете сразу там например еще один птур подряд урон который 220 от самого горения он не складывается то есть противник находясь даже под двумя такими птурами которые горят он все равно получит за 10 секунд ровно 220 урона ни больше ни меньше то есть если вот если например брэдлика продамажить дважды он все равно от белого фосфора получит один урон да тут мы его уже прожарили хорошенько давайте вот так попробуем аккуратненько вот от белого фосфора пошел урон и он 240 может быть будет потому что я второй птур немножко позже ааа да все все не гори не гори подожди белый фосфор 240 да как я и говорил то есть 2 птура вроде бы запустил и вроде бы должно быть 440 урона но нет на самом деле так это не работает один одна лужа фосфора дает только фиксированный урон все ни больше ни меньше хоть ты его закидай соответственно некоторые закидывают сразу несколькими турами но в этом смысла особого никакого нет вы наносите дополнительный просто от урона попаданием этим туром какой-то небольшой урон но сжечь вы его сильнее не жгете так же урон наносится фиксированный поэтому лучше это делать с какой-то небольшой такой паузой так что вот такие довольно необычные и интересные птуры в итоге если взять все перечисленные обт самый жесткий обт в плане птуров это естественно сегун 915 потому что во-первых там несмотря на то что это маленький уровень птуры имеют очень хороший урон и плюсом к этому там нет никакого противодействия этим птурам остальным же уже повезло меньше вроде бы у челика шикарнейший тоже по характеристикам птуры но вылетают они хуже соответственно дамаж тоже плохо потому что десятые уровни куча всяких защитных механизмов против этих птуров и да еще и вдобавок у самого челика у орудия пробой так себе поэтому челик хотел я хотел сказать что челик когда его выпускали будет очень крутой машиной но в итоге оказалось так себе на китайце 99 просто забавные птуры до кучи но и у ЗТЗ самые наверное интересные в плане механики птуры так что вот такой получился небольшой такой топчик ОБТ с птурами надеюсь было интересно не забудьте поставить лайк и увидимся в следующих видео в следующих видео